38 степных и 16 лесных пожаров произошло в Северном Казахстане с начала года. Кроме того, спасатели ликвидировали более 700 случаев возгорания сухостоя, мусора и камыша. Каковы основные причины пожаров? Какие меры принимают честники, чтобы защитить природу от огня? Ответы на эти вопросы главный спасатель региона озвучил на брифинге в региональной службе коммуникации. Смотрим сюжет. 16 лесных пожаров произошло в Северном Казахстане с начала года. Огонь уничтожил деревья на площади 34 гектара. Материальный ущерб превысил 3 миллиона тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то лесных пожаров стало больше на 50% в Жамбылском и районе Шалакына. На треть увеличилось их число в районе Макжана-Жумабаева, на 20% в Казалжарском. В текущем году в шести случаях это послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по отжигу сухой растительности. Два случая из-за неосторожного обращения с огнем и два лесных пожара произошли по причине грозовых разрядов. Еще один лесной пожар перешел к нам из соседней России на территорию района Макжана-Жумабаева. А из Акмолинской области огонь перекинулся на леса Таиншинского района. Едва не пострадали насаждения Айртаусского района. Из-за молнии произошло возгорание деревьев в лесу. В начальной стадии пожар был ликвидирован, не допущено его распространение. Особенно это опасно, когда у нас порывы ветра составляют 15 до 30 метров в секунду. И возможность образования верхового пожара. Его сложно остановить и наземные силы практически здесь справиться не могут. Нам приходится применять авиацию. Спасатели продолжают проводить рейды по предупреждению природных пожаров. Работают 47 мобильных групп, в составе которых 233 человека. Они провели более 700 рейдов, выявили 96 нарушителей. Но только одному из них выписали штраф на сумму 65 тысяч тенге. Остальные отделались предупреждением. На особом контроле сейчас 67 населенных пунктов, 15 оздоровительных лагерей и 41 зона отдыха. Они расположены на потенциально опасных территориях лесостепной зоны. Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано более 700 случаев возгорания, сухостоя, мусора и камыша. Произошло 38 степных пожаров на общей площади 423 гектара. Спасатели в очередной раз напоминают о правилах пожарной безопасности. Настоятельно мы рекомендуем, чтобы не выжигать сухую траву, не бросать в лесу горящие спички, курски, стеклянную тару, чтобы не было преломлений и самовозгорания в лесах. Ну и отдыхая на природе, надо убедиться, что покидая место, значит, нам на 100% пожаробезопасно. Неутешительная статистика и по пожарам в населенных пунктах. Их было 367 с начала года. Погибли 32 человека. Если сравнивать с прошлыми годами, заметен рост и по количеству возгораний в жилом секторе, и по числу травмированных и погибших. Спасатели связывают это с износом жилья. 70% всех частных домов северного Казахстана ветхи. Электрические сети там изношены, печи и дымоход старые. Вторая причина гибели людей в огне – алкоголь. Каждый второй погибший в пожаре североказахстанец был в нетрезвом состоянии. Агири Макашева, Михаил Казначеев, Новость Эмторка.